Доброе утро, телезрители! Я тот самый Митя, который любит готовить, а готовить мы сегодня будем грибочки. Нет, в этом рецепте у нас грибов как ингредиента не будет, но зато будут куриные яйца, печень трески, зелень для украшения, ну и чай для того, чтобы мы создали особый цвет у грибной шляпки. Это будет такая вкусная яичная закуска. Использовать также будем майонез провансаль от МЖК, потому что он приготовлен из сырья российского производителя. Хозяйки на заметку. Для того, чтобы сделать блюдо еще вкуснее, я использую провансаль от МЖК. Свежий майонез местного производства, только из натуральных ингредиентов и всегда радует качеством. Производится по традиционной гостовской рецептуре, которой уже более 40 лет. Провансаль от МЖК. Свежесть, натуральность, качество. Приступим к приготовлению. Что сейчас мы делаем? Я беру 6 штук яиц, я их предварительно отмыл. Хорошенечко рекомендую это делать каждый раз. Яйца нам нужно будет сварить вкрутую. Позади минут 15 времени, яйца отварились. И вот тут, конечно, мало просто их отварить. Главное еще идеально почистить. Дальше мы разрезаем очень аккуратно яйца и сразу желточек убираем в сторонку. Это тоже делается достаточно легко. Чуть не забыл, пока мы заняты таким важным процессом, вскипятить воду и добавить туда самый обыкновенный цейлонский черный чай. Он никак не повлияет на вкус, может быть слегка, но вот точно окрасит наши грибные шляпки в нужный цвет. Вот эту вот основу будем начинять, а сверху ставить вот такую вот красивую крышечку, шляпку грибную. Так, но прежде нужно приготовить начинку. Я беру те куриные желтки, которые у нас остались. Сюда же добавляю печень трески. К слову, можно использовать также и шпроты, но вот с печенью грибочки получатся более нежными. И сюда же я добавляю майонез. Добавляю буквально одну столовую ложку майонеза. И теперь все это вилочкой прям хорошенечко разминаю и перемешиваю. Ну и, конечно же, начинку мы не забываем немного посолить и немного поперчить. Так, ну что, я уже смотрю, что заварка у нас готова. Я сейчас чай постараюсь весь собрать и убрать в сторонку. Так, ну и теперь вот эти условные грибные шляпки мы отправляем в кипящую заварку для того, чтобы они окрасились. Все, остается только ждать. Пока часть куриного белка у нас окрашивается в необходимый цвет, вот эту часть, нашу основу, мы сейчас будем заполнять начинкой. Начинки у нас много, поэтому мы ее не жалеем. Все под самый корешок. Оставшуюся часть начинки я рекомендую использовать в качестве некой замазки к бутербродам. Она идеально подойдет. Так, ну а мы пока приготовим, у нас еще шляпки полноценно не окрасились, поэтому я пока приготовлю полянку для грибочка. Буду использовать для этого зелень, петрушку. Вот таким образом, не нарезая, прям разрывая перья петрушки, я застилаю тарелку. Ну и теперь выставляем грибочки. Листья цейлонского чая на самом деле очень хорошо дополняют картину. Такое чувство, что это действительно грибочки, которые вы отыскали где-нибудь в лесном бару, но кушать заварку не очень приятно, поэтому мы от нее избавляемся. Грибы-боровички готовы. Правдин приготовил, желаю вам попробовать.